здравствуйте дорогие друзья в августе 2020 года состоялась вторая экспедиция в рязанскую область в ходе которой мы посетили несколько довольно интересных мест одним из них стала промышленная усадьба братьев баташовых о старинном мастер из которого сделали дамбу был рассказ в прошлом фильме а сегодня хочу вам рассказать о комплексе зданий который называется орлиное гнездо друзья прошу вас досмотреть этот фильм до конца так как в конце будет очень важное объявление касательно этой усадьбы а начнем мы как всегда с краткой официальной исторической справки до баташовых на месте барского имения находилось старинное кладбище история всей усадьбы начинается в 1758 году когда тульские промышленники иван и андрей баташовы выкупили в его окрестностях земли богатые железной рудой и основали чугунолитейный завод просуществовавший до 1905 года родоначальником семьи промышленников баташовых считается тульский кузнец иван тимофеевич баташов имевший завод в тульской губернии его внук андрей родионович баташов был волевым и резким разбирался в механике металлургии гидротехники и химии вместе со своим братом иваном родионовичем они основали близ деревни верпотец на реке гусь чугуноплавильный завод который впоследствии станет одним из самых крупных среди баташовских заводов барское имение получившее название орлиное гнездо было устроено уже после постройки завода в 1780-х годах дом сад а также многочисленные дворовые постройки были обнесены толстой кирпичной стеной высотой 7 метров с башнями и бойницами у андрея родионовича баташова была даже своя небольшая армия вооруженная по последнему слову техники того времени она вооружение имелись собственные пушки на данный момент сохранился двухэтажный главный дом в стиле раннего классицизма искаженные поздними изменениями производственные постройки конца 18 века плотина на реке гусь 18 века построенная в готическом стиле белокаменная троицкая церковь заросший пейзажный парк с прудом конца 18 века некрополь владельцев остатки крепостной стены также известно об оранжереях в которых выращивались ананасы и прочие тропические фрукты а вот так описывали приезжие гости поместья андрея родионовича баташова цитата массивный дом окружающего каменные развалины громадный столетний парк позади дома обнесенный простирающийся на две версты в длину высокой стеной с башнями расстилающийся перед усадьбой девятиверстный пруд по которому никогда ходили суда под парусами трехверстная плотина из белого камня запрудившие три реки и без особого для себя вреда целое столетие сдерживавшая гигантские массы вод все это не может не вызывать воображение титанический труд десятков тысяч рук создавших все это в какие-то два года конец цитаты историк химии профессор владимир васильевич и линцев считал андрея баташова одним из первых российских химиков и ставил его в один ряд с иваном ползуновым и другими видными отечественными инженерами и конструкторами андрей родионович баташов зарекомендовал себя как замечательный изобретатель он усовершенствовал чугунолитейное дело и ввел в металлургию опрокидывающуюся печь подобную той какую на западе позже предложил реомер известно что на баташовских заводах применялись не только опрокидывание печей но и прокатывание железа во владении баташовых находилось 18 металлургических заводов 14 из которых они построили сами баташовские железоделательные заводы стали промышленным символом своей эпохи на их заводах были сделаны чугунные скульптуры триумфальной арки в честь 1812 года фонтаны на театральной площади и у здания академии наук на большой калужской решетки кремлевских садов и колесница на фронтоне большого театра баташовы занимались металлургией на протяжении семи поколений вплоть до закрытия гусевского завода в 1905 году а в 1923 году в половоде плотина была прорвана и огромное водохранилище прекратила свое существование восстанавливать не стали конец краткой официальной исторической справки обратите внимание что согласно официальной информации при первом владельце усадьбе андрея родионовича баташове барский дом окружен разного рода развалинами еще имеем описание гостей усадьбы бывавших внутри барского дома цитата правее зала расположен также целый ряд комнат но они необитаемы и представляют страшное запустение и развалины незаметные только снаружи конец цитаты что это за развалин такие в якобы недавно построенном на месте кладбище имении ведь баташов слыл очень богатым человеком официально имевший десятки тысяч крепостных которые якобы ему и построили завод и что баташову было некогда убрать развалины и навести порядок в доме вокруг него действительно ли баташов строил эту усадьбу или он только ее расчищал и почему для своего дому он не нашел место лучше чем старинное кладбище возможно это и не кладбище как таковое а просто место гибели людей живших здесь до катаклизма которых просто засыпало и потом как баташовы находясь в тули за 250 километров вообще узнали про это место и что здесь есть руда мне о красоте этого места и необычных зданиях сообщили подписчики за что их сердечно благодарю пользуясь случаем но кто сообщил баташовым друзья чтобы получить ответы на эти вопросы нам нужно получить ответ на самый главный вопрос что такое металлургия и если позволите я сам на этот вопрос и отвечу металлургия это билет в клуб избранных в прямом смысле слова народ не подчинивший металл считается примитивным именно поэтому наше великое железное прошлое так упорно выдается официалами за кустарный промысел но подчинение металла скажу вам это не шашлыки выходной сварганить для того чтобы металл стал служить человеку его нужно получить а это целая наука и наши предки этой наукой владели на протяжении веков чтобы прочувствовать на себе всю суть процесса мы провели эксперимент и сами выплавляли железо из руды и об этом скоро будет фильм на канале но уже сейчас забегая вперед могу однозначно сказать что железо нельзя получить просто в костре случайным образом как нам говорят официалы получение железо это цепочка из нескольких последовательных операций в каждой из которых есть масса тонкостей промежуточный продукт между операциями или мало пригоден повседневному использованию или не пригоден вообще то есть чтобы получить железо нужно точно знать чего ты хочешь в итоге добиться и знать всю последовательность действий а теперь мы приступаем к осмотру того что осталось от барского имения этот вал является продолжением крепостной стены однако крепостная ли эта стена если смотреть внимательнее то видно что из-под грунта выглядывает кирпичная кладка и стяжки отходящие перпендикулярно а так называемый крепостной стены также видим некую полость в стене и сразу встает вопрос почему это сооружение засыпано кому в здравом уме придет в голову засыпать крепостную стену и зачем давайте спустимся в эту полость причем изначальная дверь или окно находится ниже уровня грунта и мы спускаемся через пролом с противоположной стороны естественно что так никто не строит и ни о какой просадке дома и культурном слое речи вообще не идет это узкое помещение приличной высоты даже сейчас учитывая засыпано окно здесь можно стоять в полный рост обратите внимание на длину помещения от пролома до окна если это крепостная стена то ее толщина должна быть не меньше так что ли вы поставите на чуть-чуть а теперь посмотрим на остатки крепостной стены которая буквально в двух шагах сейчас здесь висят таблички что это памятник федерального значения здесь хочу обратить ваше внимание на толщину этой крепостной стены на плане эти сооружения расположены таким образом при этом как остатки крепостной стены так и стены узкой комнаты в которую мы только что лазили выложены из крупноформатного кирпича размером 300 на 145 на 80 а это по официальной же датировки начало 18 века и подчеркиваю и комната и стена уже засыпанные тут хочу заметить что называть новоделом 19 века какое-либо сооружение только лишь на основании того что она просто построена с кирпича в корне неверно ибо кирпич применяется с незапамятных времен и о возрасте постройки нужно судить не по факту использования кирпича как такового а по факту его размера так как в различные периоды истории размер кирпича был разный но это я отвлекся вернемся к нашей теме согласно официальной точки зрения все производство располагалось около плотины и на старом плане эти красные корпуса южнее плотины отлично видны но про здание располагающиеся возле плотины расскажу в следующем фильме вот так со спутника усадьба выглядит в наше время напротив главного дома располагается река гусь вдоль которой идет дорога обратите внимание на стену идущую вдоль этой дороги ее высота более двух метров это вид с того самого моста из которого сделали дамбу за деревьями виден особняк баташовых про комнаты которого гости писали что они необитаемы и представляют страшное запустение и развалины а это вид этого же дома в непосредственной близости и окна дома выходит на этот самый мост друзья вы видите окошки выглядывающие из-под земли а теперь представьте что получится если убрать весь грунт от дома до дороги а сам днях станет трехэтажным то есть дом явно засыпан официально это объясняется тем что тут была гора но если посмотреть за домом там все ровно причем как в наше время так и на старых фотографиях кстати с той стороны дома расположен большой старинный парк который еще при жизни андрея родионовича получил народе прозвание страшного сада но на этом интересности барского дома не заканчивается смотрите здесь даже колонны чугунные конечно про сами колонны можно сказать что это трубы советского периода но вот основание и навершие отливались еще самим баташовым по крайней мере так утверждает местный проводник а теперь давайте пройдемся по этой дороге вдоль стены если непосредственно перед домом баташовых это выглядит просто как подпорная стена то дальше она постепенно переходит в стену производственных сооружений причем эти производственные корпуса уже в два этажа и со стороны дороги имеют контрфорсы и арочные проемы тут хочу особо подчеркнуть что со стороны дома баташовых эти здания одноэтажные вход в них на одном уровне с грунтом и все что ниже считается подвалом но с другой стороны этот самый этаж становится вторым а вот подвал но про подвал немного далее в некоторых местах второй этаж настроен относительно недавно при переделках и ремонте в других же местах просто выбиты окна в старой стене либо арочные окна переделаны в прямые но без должного ухода стена не имеющая гидроизоляции постепенно осыпается в одном месте от цехов в сторону реки прямо под дорогой проходит подземный ход и его выход на поверхность выглядит как арочный погребок правда сам ход заложен и попасть по нему в цеха не получится в этой стены со стороны дороги много арочных проемов некоторые из них просто завалены битым кирпичом и разным строительным мусором некоторые замурованы но через некоторые открытые арки можно попасть в подвал при этом видно что помещение внутри шли не вдоль всего здания а перпендикулярно так сказать вглубь здания от арочного входа окна некоторые такие помещения соединялись между собой по одной из легенд баташов был фальшивомонетчиком и в бескрайних подземельях своего имения устроил настоящий монетный двор в пользу этого утверждения говорит тот факт что из трех найденных здесь золотых пятаков времен екатерины второй два оказались фальшивыми что характерно такая репутация практически у каждого кто поднялся на металлургии в период становления общества после катаклизма например те же демидовы естественно что в период когда железные инструменты пользуются повышенным спросом как еще может разбогатеть человек владеющий техникой получения железа однако как известно дыма без огня не бывает владея технологии получения и обработки металлов имея человеческий ресурс вполне можно организовать штамповку монет тем более что человеческим ресурсом баташов не был ограничен местные помещики его очень не любили так как он всегда давал укрытие беглым крепостным брал их на работу и платил им жалование было даже распространено выражение спрятаться на заводе его согласно легенде узнав о том что к нему усадьбу едет императорская комиссия баташов затопил подвалы с этими рабочими которые якобы и делали для него фальшивые деньги так это или нет сегодня мы уже вряд ли узнаем но вот что нам точно известно так это то что огромные подвалы в имени баташовых на самом деле есть по которым опять же по легендам хозяин ездил на тройке лошадей эти арочные проемы на самом деле всего лишь окна заглянув в одну из заложенных арок мы можем прекрасно видеть подоконник который сейчас уже ниже уровня грунта снаружи видим знакомые нам стяжки и планировку но самое главное мы видим высоту помещения которая сейчас составляет 4 метра то есть объем первого этажа и объем подвала это единое целое мы пытались пролезть внутрь но арка заложена а проломанная дыра слишком мала чтобы мог пролезть взрослый человек к тому же внутри эта дыра находится на приличной высоте поэтому не расковыряя заплатку на арке попасть туда просто нереально а а и и и и и и и и и в этой части стены сверху уже нет второго этажа но стене со стороны от дороги все также есть арочные входы с подвалами сейчас над ними расположен парк прямо перед домом баташовых высота этих помещений около четырех метров но реальность такова что сейчас перемещаться в них можно только лежа представляете объем грунта и строительного мусора который здесь находится некоторые помещения засыпаны до самого верха под потолок и пролезть в них без лопаты никак не получается итак друзья раз вы досмотрели до этого места значит вам не безразлично наше прошлое и судьба этого места и у меня есть хорошие новости часть промышленных зданий завода баташова в настоящее время используется в качестве жилья конкретно в этом доме окна на втором этаже это квартиры и две двухкомнатные квартиры здесь продаются владелец просит за каждую 400 тысяч рублей мы решили купить одну квартиру чтобы затем на законном основании попасть в подвал а также раскопать все вокруг затем мы хотим сделать двухэтажный музей реальной истории так как за годы исследований набралось много экспонатов и в настоящее время они уже занимают не один балкон друзья я никогда не просил вас донатов или денег на развитие канала и бензинчик не прошу и сейчас я вам предлагаю принять участие в реализации этой идеи участие абсолютно добровольно и может быть в виде непосредственной помощи в откопе и ремонте здания или денежная на выкуп квартиры и ремонт вы можете совершить перевод любой суммы на карту главное в сообщении перевода указать слово музей для желающих помочь материально реквизиты находятся в описании под фильмом для желающих помочь физически там же в описании указан адрес электронной почты для связи отчет о всех расходах и стадиях организации музея будет публиковаться в нашей группе вк усадьбы баташовых это комплекс зданий включающие их особняк церковь промышленные здания мост гидротехнические прочие сооружения сегодня мы рассмотрели только часть из них и надеюсь что увиденного сегодня хватит для того чтобы задаться вопросом а такова ли история какой мы ее знаем друзья на этом я с вами не прощаюсь развитие темы в следующем фильме благодарю вас за внимание всего вам доброго до скорых встреч